это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня рязань в радаре губернатор павел молков на правительстве анонсировал новое приложение для смартфонов на фоне угроз беспилотниками щиты для айсберга спустя год шума у ледовой арены станет меньше рязанский смотрины для иностранных театров кукольный фестиваль подводит итоги народный фронт представил свою разработку для борьбы с беспилотниками radar . nf об этом сегодня на правительстве заявил губернатор павел молков как считают разработчики программа позволит эффективнее выявлять и реагировать на вражеские бпл а кроме этого сегодня были кадровый и общественный вопрос кадровый вопрос стал первым в основной повестке правительства павел молков представил нового руководителя минтека и жкх артема уорви хвоста работать ему придется без раскачки на носу отопительный сезон впрочем как вырезался павел молков в этом министерстве еще разгребать и разгребать также надо серьезно повысить эффективность работы с бюджетом потому что у нас минтек и жкх прочно с начала года занял последнее место по освоению бюджетных средств также за вами строительство станции водоподготовки очистных реконструкция сетей по всей области от муниципалитетах куда бы я не приехал мне всегда задают вопросы по водоснабжению с энергоэффективностью надо серьезно разбираться с фондом капитального ремонта еще много важнейших направлений павел молков анонсировал radar . nf новое приложение для смартфонов от народного фронта который будет информировать о беспилотниках приложение может пользоваться абсолютно каждое но очень простое нужно скачать на мобильный телефон пока но есть только для андроида но сейчас специалисты думают как вывести его на айос на айфон соответственно через приложение можно сообщать о беспилотниках если мы видим что то подобное соответственно эти данные сразу поступают во все службы и это позволяет им оперативнее качественнее реагировать на все возникающие ситуации рязанцы пожаловались на несоблюдение графика автоперевозчиками в частности к нефтезаводу внутренняя проверка по словам руководителя городской администрации виталия артемова это подтвердило будут санкции нефтезавод у нас обслуживали обслуживаются четырьмя маршрутами это 6 58 90 и 99 6 это урт остальные коммерческие маршруты всего на маршруте до нефтезавода 49 единиц транспорта делали контрольные замеры обнаружили что у нас на сегодняшний день два перевозчика это 58 маршрута 90 часть всего нарушает графики все основания у нас для расторжения контрактов или обращения в суд по в лишении свидетельства есть но предварительно предупредили коммерческий перевозчик по выполнению маршрута не вывоз мусора в рыбновском районе стал отдельной темой ветки и строительные отходы перевозчик игнорирует на уборку этого не габарита нужен отдельный договор впрочем в администрации рыбновского района тему развивать не стали заявили что уберут все сами в ближайшее время у ледовой арены айсберг ставят шумозащитные экраны на радость местным жителям оградить от звука холодильных установок год назад они попросили губернатора сегодня этот вопрос можно считать решенным сегодня это уже конечно история но местные жители были изначально против возведения этой ледовой арены потому что раньше здесь был сквер с детской спортивной площадками впрочем слушать их никто не стал зато самих жителей заставили возмущаться от шума холодильных установок к счастью мои окна выходят не на арену я не наши квартиры мы не слышим но очень много соседей жалуются потому что большая часть дома все-таки окна туда располагаются на арену шумно особенно ночью район у нас всегда был тихий спокойный холодильная установка в спортивном комплексе работает круглосуточно не поспать не просто отдохнуть еще два года назад замер шума в доме по улице 2 линия показал децибелы выше предельных 45 вместо 30 любопытно что проект ледовой арены айсберг изначально не предусматривал звукоизоляцию холодильной установки никаких снипов как говорится привет технадзору жалобы рязанцы писали в администрацию города и в роспотребнадзор пока эта история не дошла до губернатора летом прошлого года тогда чиновники пообещали все смонтировать в июле 2023 в сроки правда не уложились документацию разработали вышли на торги в мае но они не состоялись первые торги законтрактовались мы в конце июля срок поставки оборудования сложного 24 августа и по контракту завершение работы 30 сентября но подрядчик говорит о сроках 15 сентября шумоизоляционные защитные экраны ставят уже второй день говорят скоро закончат раньше срока в контракте ну свое время поступил жалоба от жителей соседних домов что от холодильной установки появился шум соответственно были проведены определенные работы протокольное решение губернатора вот чтобы устранить данное скажем так негативное влияние посторонних шумов вот был произведен предпроектной работой проект разработан ну и соответственно в данное время возводится шумозащитные экраны планируемого окончания конец недели именно об этом докладывал губернатору и министр спорта владислав фролов но главное что счеты все-таки поставят и никак в русской пословице здесь обещанного местные жители ждали всего год кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город расследование уголовного дела о серии мошенничеств имитации дтп для получения выплат закончена с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением она направлена в суд подробности уголовного дела далее в сюжете одно задержание меньше пяти минут вся операция спланирована сотрудниками угром силовая поддержка на спецназе всего в разных точках города было задержано 17 человек сотрудниками полиции за что задержано я думаю что за подозрение в каких-то незаконных вещах а конкретно я думаю что страховых случаях как установили следователи омвд ход мысли верный а работала схема так владелец рязанского магазина автозапчастей и автосервиса вместе со своим приятелем искали автомобилистов которые готовы были предоставить свои автомобили для инсценировок дтп да и машины подходила им не всякое должна была быть дорогостоящая иномарка за такое подставное дтп владелец иномарки получал небольшой куш а вот куш побольше срывали остальные аварию обставляли так чтобы получить максимальную страховую выплату а саму машину за небольшую плату возвращали в первоначальный вид но в одной аварии они просчитались в минувшем году полицейские получили оперативную информацию о признаках мошенничества дорогостоящей иномарку которая недавно попала в дтп была признана не подлежащей восстановлению снова заметили на дорогах региона оперативники выяснили что после аварии владелец пострадавшей машины должен был получить в качестве страховки солидную сумму которая практически полностью покрыла текущую рыночную стоимость автомобиля общий ущерб страховой компании больше двух миллионов рублей в ходе следствия его полностью возместили уголовные дела возбужденные в отношении фигурантов соединили в одно производство плюс следователи установили что один из рязанцев который вовлечен в эту схему причастен еще и к незаконному сбыту и хранению наркотиков общий объем уголовного дела об этой схеме составил 16 томов следователи следственной части следственного управления омвд россии по рязанской области закончили расследование уголовного дела и она с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлена в суд сегодня вековой юбилей со дня рождения вениамина герайски на прокурору рязанской области советского периода 1973 83 годов его личных качеств вспоминали сегодняшние коллеги и последователи самой тяжелой проверкой на прочность для вениамина михайловича стала великая отечественная война сентябре 43 года в танковом бою под брянском он был тяжело ранен комиссован и в мирное время посвятил свою трудовую деятельность служению закону и справедливости много сил ему отдано сохранению единой прокурорской системы он оставил после себя плеяду последователей учеников на первом плане у вениамина михайловича была прокурорская принципиальность требовательность он не боялся брать ответственность дорожил честью мундира сегодняшнее мероприятие не только дань памяти и уважение выдающемуся человек это свидетельство нашего бережного и трепетного отношения к богатой истории прокуратуры рязанской области я хочу поблагодарить наших уважаемых ветеранов которые в эти минуты с нами которые помнят вениамина михалыч и работали с ним уверен что пройденным и путь и преданность профессии всегда будут служить примером для прокурорских работ вот и подошел к концу кукольный фестиваль рязанские смотрины 17 театров участников от пяти до десяти показов в день спектакли на разных языках все это хватило рязань на несколько дней превратив город в театральную столицу россии 17 театров из разных уголков нашей страны и всей планеты на протяжении последних четырех дней играли на рязанских сценах это те кто прошел тщательный отбор и по праву представляет срез современного кукольного искусства самое новое и самое интересное за последние два года настоящее открытие и прорывы и так на протяжении 34 лет рязанские смотрины но не могу сказать что я был на первом но на первых по моему на третьем что ли я был и это один из ну во первых если серьезно говорить это один из крупнейших уважаемых фестивалей один из самых значимых это тот фестиваль на который очень многие стремятся далеко не все попадают девятнадцатый фестиваль прошел в атмосфере девятнадцатого века золотого века искусства несомненно свой золотой век переживает сегодня и рязанский театр кукол спектакли которые гремят во всем кукольном мире фестивали рязанские смотрины давно ставший законодателем мод и знаком качества директор театра константин кириллов начиная с этих смотрины президент международного союза унима а также школа лаборатория для молодых артистов луна для всех одна в этом году кстати спектакль ставила анна конан наверное мне запомнится этот фестиваль количеством женских имен в афише потому что как-то незаметно но тем не менее неумолимо молодые женщины режиссеры захватили власть это в некотором смысле созвучно нашей первой премьере этого сезона гертруда дани краса и королева и этот как его принц датский но тем не менее мы видим в афише много спектаклей не меньше половины которые сделаны молодыми девушками женщинами и это очень достойные работы за 34 года своего существования фестиваль охватил широчайшие в плане географии рамки за исключением двух спектаклей удалось посмотреть все фестивальная программа была очень удачно сверстана интересно что в этом году так цель были такие отдаленные театра как из находки например то есть таким образом фестиваль просто как бы сближает границы и очень много новых лиц с одной стороны конечно это печаль потому что но мэтр уходит с другой стороны очень радостно что наше искусство продолжается кстати уже сегодня прямо после закрытия фестиваля стартуют гастроли кукольного театра из гродно где трудится полюбившийся рязанскому зрителю олег жукшта а со смотри нами прощаемся на два года следующий раз они станут двадцатыми юбилейными и непременно откроют для всего мира новые имена футболисты рязани вышли в следующий круг кубка россии в держинске в матче с местным химиком подопечные максима швецова проявили характер и волю к победе к очному противостоянию обе команды подошли в разном настроении химик один из лидеров своей группы команда до этого дня не проиграла ни разу а вот рязань забивавшая в самом начале чемпионата много всю свою удаль где-то растеряла и скатилась в середину турнирной таблицы своей зоны наверное поэтому гости начали матч достаточно осторожно а дзержинцы были близки к тому чтобы открыть счет но били в молоко а вот во втором тайме обе команды провели ряд замен которые оживили игру и даниил котельников на 58 минуте все-таки сорвал паутину рязанских ворот завершив своеобразный сумбур атаки но уже в следующей гости сравняли счет егор аксенов совершил слаломный проход со своей половины поля мяч отскочил к дмитрию калабухову и тот был точен один-один в принципе я могу сказать что второй тайм команде в зачет именно и в атакующих действиях забили гол хороший гол да и вот тут конечно мы опять же немножко потеряли концентрацию не знаю чем связано посмотреть видео очень легко пропустили гол значит и конечно в таких матчах да в кубковых нужно до конца как бы внимательно быть и не бежать сломя голов забивать там второй гол ничья в основное время подразумевала серию пенальти которая для рязани сразу пошла не так ошибка произошла уже на втором ударе на миг показалось что победа у химика уже в кармане слишком четко и аккуратно укладывали мяч в сетку хозяева но с этим был явно не согласен голкипер белосиних владимир отмахов вначале он перевел мяч в перекладину продолжив серию а затем в эффектном прыжке и и завершил 65 по пенальти дальше идет рязань у нас два равна равноценных вратаря мы используем и одного и другого в наших играх даем всем примерно то что там равные шансы но по ситуации их ротируем но володя молодец допустил небольшую как небольшую агрессность когда мы пропустили мяч но и когда мы стояли на бровке и переживали во время серии пенальти ну проскочила такая мысль что сам сам должен исправить ну так это и случилось следующим соперником рязанцев в 1 32 финала по идее должен стать один из клубов фнл правда это противостояние рязанские любители футбола вряд ли увидят воочию домашние матчи их любимый клуб по-прежнему будет проводить в коломне на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго субтитры создавал DimaTorzok